В человеческой стае существ, которые от обезьян только оторвались, а людьми еще не стали, и какое-то время после этого, пока община возникала, было так, что там, как и у современных человекоподобных обезьян, близких к человеку, стая была организована очень интересным образом. Там были стойкие группы самок, и у них четко выделяется несколько лидеров, матриархов. Они стойко. Почему стойко? Потому что им нужно инстинкт репродукции, дорастить до какого-то возраста. А обезьян это раньше, до шести лет, то есть у нас продлилось детство, и у нас половое взросление происходит с опозданием почти в два раза. Обезьян раньше было, то есть где-то в шестилетнем возрасте. Вот для этого возраста дорасти, и вот для этого они объединились, и у них стойкая структура. А мужские особи, они имеют нестойкие ситуативные образования, которые все время распадаются, снова создаются. По сути, ядром будущего общества, ну, человеческого сообщества, я так думаю изначально, была самка, матриарх. Ну, очевидно, наиболее энергичная, наиболее такая, да, способная быть лидером. И вот именно она и вот эта группа других самок обеспечивала, вот, выживание детей и защищали, они еще и защищали своих детенышей, да, вот, от возможной агрессии мужчин, ну, мужских особей. Отбивали их и... Зачем же тогда, спросите вы, да, вот, эти мужские особи. По сути, у них, у мужских особей инстинкт основной, это вот не сексуальный, не репродуктивный, не половой. У мужчин основной инстинкт, это инстинкт самосохранения. По сути, защищая себя, ну, вот, каких-то, да, вот, внешних врагов, вот, ну, не знаю, там, буйволов от леопарда, ну, это что, да, они защищали и женскую часть, да, вот, которая была более занятой. В принципе, женщина, она физически все-таки слабее, да, да, самая сильная женщина, штангист, все равно не сможет тягаться с, да, вот, она будет сильной, конечно, по сравнению с каким-то, там, хрупеньким, слабеньким мужчиной, но по сравнению, ну, с штангистом, она все равно будет проигрывать. Ну, так вот устроено, да, то есть, у мужчин более мощный костяк, более широкие плечи, да, у женщин более широкие бедра, и, в принципе, сила ее в том, что она может выносить ребенка, она физиологически сильна, а мужчина мышечно сильна. И вот задача мужчин была в том, чтобы защитить от внешних, да, вот, самих себя сначала, да, а параллельно и женскую часть. Это и стая. И мне вообще, вот, структура стаи, в каком-то смысле, напоминает, я, вот, посмотрите, вот, на яйцо, ну, яйцо, вот, как бы, да, вот, куриное, там, например. Мужчины, в принципе, занимают вот эти внешние слои. Сначала скорлупа, да, ну, сохраняющая, то самое, защищающая, а потом, может, там, внутри, вот это вот, я думаю, желток, это, можно сказать, что это четко женское, да, вот, от чего и, как бы, это, ну, и налог, обеспечивающий другие функции. То есть вот так вот. Спасибо. Продолжение следует...